Скажи, пожалуйста, можно ли вот когда наносишь крем на лицо, его же тоже нужно наносить по каким-то массажным линиям? Отличный вопрос. У меня есть техника, которая называется 4П. Мы как-то всё на пятёрочку. Не попадаем. Не попадаем. 4-4, так. Да-да-да. Что это у вас техника? Покажешь, как говоришь, ты смотришь. Легко. Обязательно покажу. Она позволяет повысить эффективность крема, а также работать с лицом по, опять же, правильным линиям, точкам и запускать процесс омоложения на внутреннем уровне. Практикуем? Да, давай покажем. Я выключу комментарии. Девчонки, вы кидайте пока вопросы, мы потом их все промотаем и ответим в конце эфира. Но пока есть возможность, конечно, будем учиться у тебя, как правильно наносить крем. Супер, супер, супер. Представили, что мы взяли тюбик, выдавили горошину крема, распределили по ладоням и начинаем мы здесь работу с шеей. Все знают, что на шею нам тоже нужно наносить крем, но обычно это бывает. Нанесли на лицо и остатки, да. Да-да-да, я так делаю тоже. Это как бы естественно, но не совсем правильно, потому что на шее у нас такая же тонкая кожа, как на веках. И, естественно, она подвержена капе с разным изменениям тоже. И факт в том, что за лицом мы ухаживаем, а вот из-за вот этого шея, она постепенно начинает все больше и больше нас придавать, выдавая возраст. Это правда, визеренные кольца всевозможные, даже я уже знаю, что это такое. Так есть. Нет, кто-нибудь что-нибудь говорит. А как ты относишься к тому, что закалывать визеренные кольца, как-то их там закалывают, я не знаю пока, правда, что это? Ну, да, все инъекции, нужно понимать, что у них есть свои нюансы и в том числе побочные эффекты, поэтому я всё-таки за естественность и естественные методы. Каждый может выбирать то, что ему нравится. Инъекция — это более короткий путь, гимнастика более долгая, но, опять же, мы здесь играем в долгую, то, что сохраняем всё естественным путём, как можно на более долгую. Это как инвестиции в себя согласить. Точно, 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 так и есть. Поэтому здесь мы начинаем с шеи. И ещё один нюанс, что мало начать с шеи. Ещё важно уделить внимание задней поверхности, потому что обычно у нас на лицо здесь размазали, а на заднюю поверхность вовсе ничего не досталось. А шея, она у нас повсеместная, то есть у нас нет перекуски. Даже здесь вот где под ушами, как вы здесь показали, здесь тоже надо наносить крем? Да. Вообще я люблю и мочки. Серёжка отвалилась. И мочки. Немножечко смазать кремом и за ушками, да, и заднюю поверхность. То есть мы же не мажем жирным слоем, мы мажем таким, чтобы впиталось легко. Самое главное — просто не забыть про эти места. Поэтому первое, что мы начинаем делать, это... Сейчас одну секунду. Наносим на шею. И дальше уже будем переходить... Снизу вверх или как мы наносим? Да, сейчас секунду убежу. Хочу убедиться, что ничего у меня не открылось больше. Здесь сверху... Ой, снизу вверх. Снизу вверх. Мы нанесли немножечко мочки ушей, да, можно тоже поцеловать кремом. Дальше мы также наносим горошину. Также наносим горошину крема. И уже наносим по линиям лангера. Это как раз наша массажная линия. По линиям на лицо. А скажи, пожалуйста, как правильно? Снизу вверх или сверху вниз? Здесь мы двигаемся с... Солба или с подбородка начинаем? Здесь мы двигаемся снизу вверх. То есть с подбородка к вискам, опять же от области наших крыльев носа к вискам, и уже лоб, и веки. Если нужно чуть-чуть добавить где-то крема, или мы хотим использовать крем для век отдельно, соответственно, мы его наносим отдельно. А как лучше, вот такими похлопывающими движениями, или всё-таки мы массирующими, проводящими такими, как бы скользящими? Сейчас я показываю супер уникальную технику, которая будет состоять из четырёх движений. Сейчас мы делаем первое. Это поглаживание. Все движения будут начинаться на букву «П». И первое — поглаживание. Мы погладили нашу кожу. Дело в том, что многие мышцы... Я тут приготовила на всякий случай. Я же много разных обучений веду. Показывать мышцы, может быть, мы до них тоже доберёмся, но... Показывай, Лена, что это кукла красивая такая? Это что? Да как раз-таки, когда я веду обучение, я веду как занятия для себя, так и обучение для тренеров. И когда мы занимаемся с тренерами, мы очень глубоко погружаемся в анатомию, чтобы понимать, как взаимодействовать с разными мышцами, где они находятся, где крепятся, где, в общем, как они пролегают. И иногда я показываю, тоже когда веду для себя занятия, какие-то нюансы. Сейчас важно понять, что у нас мышцы на лице, они с одной стороны крепятся к косточке, с другой вплетаются в кожу. И когда мы воздействуем на кожу какими-то лёгкими, даже поглаживающими движениями, мы отправляем импульс, который также уходит в мышцу и расслабляет её. Поэтому кажется, что мы там погладили, ничего не произошло, но на самом деле мы сделали очень важную работу. Мы немножечко дали импульс на расслабление. Поэтому каждый элемент, он простой, но он даёт свой эффект. Вторая П. Первая П значит поглаживание, да? Поглаживание, всё верно. Вторая П. Вторая П мы сейчас будем делать вот такими движениями, маленькие-маленькие, шутки. Да, я люблю делать указательный палец, складывать его и вот защипывать таким образом. Потому что здесь иногда маникюр у кого-то, длинные ноготочки, может быть неудобно. А вот здесь проще. Сейчас мы зигзагом вот таким или змейкой будем начинать также с шеи. Делаем эти маленькие щипки такими, чтобы они прямо были притивные. Чтобы прям чувствовались. Не щадим, боже, чтобы мыли. Ну так немножечко ай-яй, чтобы ощущалось. Сначала мы проходим по змейке шею и подниматься будем потом к лицу. По лицу мы будем работать также по линиям лангера или по массажным линиям. Здесь можно двумя, да, руками абсолютно верно. Защипывая кожу, но мы её щипаем, не оттягиваем ни в коем случае. Мы её ущипнули и просто получается, можно немножечко надавить, чтобы не оттягивать. Проходим, проходим, проходим. Лучше всего от центра к периферии. Там, где сильно тонко пропускаем. Дальше защипываем брови. Вот здесь у нас напряжённое, да. Обычно всё здесь защипнули и немножечко продавили, прошли брови. Здесь уже не получается вот у меня костяшками. Здесь скорее действительно пальчиками. Да, здесь уже вот такими щипками мы идём. Что у нас здесь происходит? У нас, как ни парадоксально, но вся система в организме связана. И сейчас мы отправляем такой сигнал в мозг. У нас есть сигнальные молекулы, которые сообщаются между собой кожа и мозг. И мозг принимает решение, что же делать. Мы отправили только что сигнал, что мы немножечко обижаем кожу. За счёт чего мозг отправляет следующий сигнал на выработку солнечного пальца. Да, 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 да. На выработку коллагена и эластина. То есть это такой обманный метод, который опять же даёт офигенный результат, если мы его в накопительном эффекте. Практикуем. То есть, каждый день. Каждый день. Утром мы умылись и нанесли крем вот через 4П. И лицо через две недели уже изменится. Это я гарантирую. И лучше сделать фотографию до. Ты знаешь, я тебе верю. Потому что когда мне мои ученики приходят ко мне и говорят, ой, да нет, да голос, это так сложно. Я говорю, вы начните упражнения делать каждый день, и вы через неделю себя не узнаете, свой голос, а через две и подавно. И вот тот, кто делает, мне говорит, ой, правда работает. Я говорю, конечно, а вы что думали? Я просто так это говорю. Да, это видно тоже самое, как же и с фейс-фитнесом. Кто не верит, приходят всю жизнь такие неухоженные. Самое парадоксальное, та же самая вера, она нам как попутный ветер в паруса. Если человек закрыт, он сомневается и идёт якобы попробовать, то он идёт всё-таки убедиться в том, что это не работает. А если верить, доверяться и просто делать и кайфовать, вот у всех таких получается результат. Ну, это такая лёгкая философия. У нас третье движение. Так, мы сделали поглаживание, мы уже щипки сделали. Сейчас мы делаем пальчиковый душ. Наш любимый мамами, бабушками пальчиковый душ, когда мы впитываем крем. И по шее мы делаем очень легко, да, такими лёгкими движениями, прикосновениями. Но когда мы добираемся до лица, мы делаем большую амплитуду. То есть у нас амплитуда может быть совсем короткая, но это не совсем наш вариант. Нам нужна более длинная амплитуда, это примерно 10 сантиметров, чтобы у нас прямо пальцы делали вибрацию очень ощутимо. Притом пальцы у нас ходят вот таким образом. Мы не просто себя по щекам лупим. Ой, правда, как будто бы душ. За счёт того, что амплитуда больше, у нас вибрация выше. И здесь уже вибрационно-турсионная волна делает свою работу, проходя в глубокие слои кожи. Это была третья П, пальчиковый душ. И финальная четвёртая у нас будет продавливание и прокатывание. Здесь нам понадобится ладонь, чтобы попрактиковаться. Мы поставили одну ладонь, и сейчас тыльной частью второй ладони мы будем делать продавливание и такое лёгкое прокатывание. То есть мы поставили торцом, продавили и прокатили. Шею здесь мы не будем никак задействовать. Ставим в область челюсти, там, где уголки губ, надавливаем и прокатываем. Это у нас тоже шикарный лимфодренаж. Здесь нам под скулами ставим. Приподняли наши щёчки, чтобы у нас ничего не проваливалось. И то же самое с лбом сделали. И вуаля! Мы уже посвежевшие, отдохнувшие, готовы к новому дню.